По самым осторожным подсчетам эстонских таможенников из-за российской границы в нашу страну ежегодно попадает 12 миллионов литров автомобильного топлива, значительная часть которого продается потом из-под полы по гаражным кооперативам в Идавирума, городе Тарту и на юго-востоке республики. При этом в прошлом 2011 году была выявлена целая категория автомобилей, пересекающих границу более 15 раз за месяц. Таких машин оказалось 1014, которые в общей сложности в среднем 8 тысяч раз в месяц ездили в Россию. Все данные этих машин у таможенников имеются, и после того, как на прошлой неделе с них стали требовать уплату акцизов за топливо в баке, на контрольно-пропускном пункте в Койдула собралась целая группа знакомых между собой людей, которые отказывались выполнять требования таможенников. Ситуация была довольно напряженная, водители возмущались, говорили, что наши требования незаконны и так далее. Они вели себя довольно агрессивно, выяснение отношений с таможней продолжалось целую ночь до утра. Было видно, что эти люди знакомы между собой и, судя по номерам, были из одного региона, города Тарту. Это дает нам основания предполагать наличие единой организующей и направляющей силы. Но поскольку наши действия абсолютно законны, мы будем их продолжать, и уже сегодня заметно, что очереди на границе на юге Эстонии стали меньше. После того, как эстонская таможня стала более строго относиться к нелегальным бензовозам, стали раздаваться мнения, что такие действия грозят очередным социальным напряжением для самых неблагополучных с точки зрения занятости населения регионов. Что, мол, оставьте несчастным безработным возможность заработать лишний центик на приграничной торговле. Но представители таможни уверяют, что строгие проверки коснутся лишь тех, кто действительно пересекает границу чаще всех мыслимых норм, и кто не просто экономит, но зарабатывает на контрабанде, обманывая при этом государство, а значит и всех добропорядочных налогоплательщиков. Тем не менее, социальная составляющая данной борьбы за уплату налогов имеет место. И, к примеру, жителей Нарвы подобное закручивание гаек уже не удивляет. Понятно, что те, кто провозят горючее в страну, пользуются лазейками, они не возят в баках автомобилей. Они провозят танкерами, огромными цистернами и используют такие как бы законные схемы для того, чтобы минимально платить налоги или не платить акциз. И вот этим вот надо заниматься. Ну и, как обычно, у нас решили пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть заниматься той сферой, в которой речь идет, я не уверен даже, что это выйдет на уровень миллионов, скорее всего, речь идет о каких-то сотнях тысяч потерянного акциза. О неприятностях и дополнительной мороки, конечно, людям это создаст более чем. Собранные таможни данные показывают, что такая контрабанда на самом деле является способом наживы для полукриминальных элементов и наносит немало вреда, в том числе и имиджу республики в глазах туристов, вынужденных стоять в бесконечных очередях на границе. Ну а те безработные, которые за 20-30 евро в день вводят такие бензовозы через границу, просто используются в темную и являются невольными сообщниками нарушителей закона. Таможня обещает и в дальнейшем не давать добро тем, кто злоупотребляет экономическими возможностями приграничного товара обмена. На следующей неделе массированные проверки транспорта начнутся на Нарвском участке границы, так что мы наверняка услышим немало новых историй на данную тему. Дмитрий Кукушкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.